Музыка Уходящий 2014 год был знаковым для союзного государства. Образовались новые его программы. На прошедшей в Сочи 47-й сессии парламентского собрания принят новый порядок формирования бюджета союзного государства. И как никогда ранее тесно работали исполнительная и законодательная власть, чтобы между нашими странами, особенно на этапе вступления в евразийский проект, на этапе становления Евразийского экономического союза, не проскакивали какие-то искрыки, которые, как между всякими крупными реально действующими системами, иногда на практике случаются. Для этого положительный обратный фактор парламентской составляющей, а парламентское собрание под руководством Сергея Евгеньевича Нарышкина набирает силу, становится знаковой компонентой сегодняшнего союзного государства. Конечно, это всё чрезвычайно приятно, это всё чрезвычайно конструктивно, и я считаю, что мы ещё раз в этом году доказали, что союзное государство, его парламентское собрание является флагманом евразийской интеграции. Союзное государство гораздо раньше создано, гораздо раньше на себе обкатало различные интеграционные процессы, программы, проблемы, в том числе и с восстановления парламентского измерения интеграционных процессов в рамках всего лишь двух государств. Но уверен, что в недалёком будущем становление парламентской составляющей предстоит и Евразийскому экономическому союзу, по аналогии с ранее созданными подобного рода крупными региональными объединениями, например, Евросоюз, Европарламент. Как это предвидел, например, в своей фундаментальной статье «Евразийский союз. От идеи к истории будущего» патриарх евразийской интеграции на сегодняшнем её этапе президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Статья была опубликована 25 октября 2011 года в «Известиях». Называется «Евразийский союз. От идеи к истории будущего» и речь шла там от Евразийской межпарламентской ассамблеи. Очень много, как никогда ранее тесно, мы общались в парламентарии, с коллегами из Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси по существенным вопросам. По развитию сотрудничества в сфере высоких технологий, по тем или иным программам выхода на рынок белорусских предприятий на российские, наоборот, по инфраструктурно значимым предприятиям обеих стран, таким в частности, как Минский завод колёсных негачей, другие. Когда возникают проблемы, теперь непросто между собой общаются главы государств и правительств. Эти задачи, эти проблемы обсуждаются на уровне профильных комитетов парламентского собрания. И всё это говорит о том, что парламентское собрание существует отнюдь не для галочки. Что касается союзного государства и его парламентского собрания, могу только коротко сказать. Если до этого, может быть, мне так казалось, я не имел тогда отношения к парламентскому собранию, оно работало по каким-то заранее написанным сценариям, немножко всё это напоминало советское время, как-то искорки, огонька инициативы не хватало. Может быть, на том этапе этого и не требовалось. На том этапе нужно было друг друга лучше узнать, разогнаться. Вот сейчас должен констатировать, что этот разгон произошёл. И союзное государство является поставщиком, генератором своего рода новых идей на плоскость исполнительной власти союзного государства, на плоскость Кабинета министров и правительства Беларуси и правительства Российской Федерации. И уверен, что этот положительный фактор обратной связи будет продолжаться и в будущем году.